Дай почитать. Главная героиня 40 лет. Она учительница в затерянной в горах дагестанской деревушке. Джамиля любит радикального исламиста Расула, жестокого бородача, прячущегося в лесах, беспощадно насаждающего в постсоветское время жесткие законы шариата, ношение хиджаба. Все усложняется еще и тем, что отец Джамиля – коммунист, и мир сталкивается в сознании и жизни Джамиля. А тут еще и зеленоглазая красавица Марьям, беззаветно любящая Расула. Он к ней приходит по ночам, Джамиля ревнует и одновременно надеется на возобновление отношений. Книга не может никого оставить равнодушным. Так много страсти, жизни, страданий. Так интересно читать о патриархальной культуре, о мусульманском менталитете, о современных противоречиях, связанных со столкновением советского и религиозного начала. Джамиле тяжело. Женская часть деревни ее не принимает, ведь она не замужем, и у нее нет ребенка. Мужская недоступна, потому что у Джамиле традиционное воспитание. В школе пустые разговоры, пересуды, сплетни. Роман все же напоен глубокой любовью к прошлому, к обычаям и нравам, пусть иногда диким, но чаще прекрасным. Вот вышивка для пояса невесты, вот угощения на похоронах, жирные, благоухающие. Отзывается болью отход от традиций. Первая женщина, учитель Джамиля, и любит, и ревнует, и в конце концов сражается за свои убеждения, сформировавшиеся в процессе мучительных раздумий. Книга Марины Ахмедовой оставляет сильные впечатления, но несколько противоречивые, незавершенные. Нет ответов на многие вопросы. Нет счастья в мире дагестанских женщин. Нет согласия между людьми. А может, пора собирать камни? 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать! Продолжение следует...